Всем привет! В этом видео я буду обозревать видеокарту Zotac GTX 1080i Arctic Storm. По сути это та же Zotac MP Extreme, только вместо воздушного охлаждения здесь предустановлен водоблок для жидкостного охлаждения. Начнем сразу с внешнего вида, который достаточно обычный как для видеокарты с водоблоком, но сразу картину немного портит провода в виде соплей от подсветки самого водоблока. Но вот сама подсветка сразу же нивелирует этот недочет и преображает видеокарту моментально. Так же у меня есть претензии к самому водоблоку, а точнее к той его части которой он подключается к системе охлаждения. Вместо стандартного и удобного выноса вбок от водоблока Zotac разместил его под водоблоком, из-за чего подключение видеокарты с элементами системы охлаждения, которые находятся над видеокартой, не очень удобное и потребует специальных фитингов, так как родные из комплектации не подойдут. И последний минус это отсутствие термопрокладок между массивным бэкплейтом и видеокартой, но в итоге сами минусы незначительны и на них можно закрыть глаза, особенно когда понимаешь, что это уникальный продукт. 16-фазная система питания видеокарты дает стабильное напряжение при разгоне, а водоблок настолько грамотно сконструирован, что под нагрузкой, даже при разгоне, видеокарта прогревалась максимум до 45 градусов, что в совокупности, при немного меньших частотах чипа и памяти по сравнению с тестируемой ранее Asus GTX 1080 Ti Poseidon дает производительность такую же, а зачастую даже больше. Если у вас возникает вопрос как такое возможно, то не вдаваясь в подробности скажу, что во время разгона более низкая температура давала меньший троттлинг GPU, из-за чего видеокарта получала профит в производительности. В итоге получился очень годный продукт, несмотря на мелкие недочеты, которые конечно же я рекомендую к покупке. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова